я всех приветствую на своем канале это видео я хочу посвятить обзору своей террасы и тех цветочков которые у меня цветут и начать с моей орхидеи новой которую я недавно приобрела и вот уже где-то с месяц как она у меня здесь она решила зацвести вот это второй день цветку я думала что он будет желтый но такой зеленый он не пахнет ну по крайней мере днем он не пахнет вот и я думаю что ей очень понравилось здесь потому что у нее пошли новые росты вот если вы видите я ее почти каждый день увлажняю то есть прыскаю пульверизатором и вот мне кажется нравится и в общем вот такой необычный цветочек очень мне понравился вообще суперский дальше хочу рассказать про свою налину которую которая процвела у меня в прошлом году и у нее образовался пень очень некрасивый вот такой же как здесь вот здесь вот и что я сделала вот он был такой совершенно лысый я решила попробовать пасту для орхидей я ею проткнула немножко вот этот вот рост как бы вот туда под что-то мутно под кору иголочкой нанесла немного этой пасты я напишу как она называется и растение выдала мне вот такую розетку не статьи из множества листик для и вот здесь также здесь только одна что еще было она стояла на полном солнце то есть вот это вот пасты намазала и растение стояла на полном солнце вот такая розетка я очень довольна результатом дальше у меня толстянка моя сейчас у нее сухой сухой сезон начался я ее почти не поливаю и и мой цикос он образовал вот такую шишку это шишка цветом как я ее называю с со спорами его спорами внутри вот этот белый такой налет который падает это вот все его споры никогда не видела что цикосы цветут ну то есть вот вот так вот и главное в домашних условиях на террасе они могут спокойно давать вот такой вот шишку очень красиво смотрится очень я довольна еще у меня мои подписчики спрашивали вот об этом растении ну ничего необычного в нем нет это и иониум почему он у меня такой потому что он сейчас у меня без полива поэтому он и сбрасывает все листья и оставляет такую крупную розетку наверху которую держит и получается как будто роза черная такая он действительно очень черный черный почему потому что стоит все время на солнце но это такой сорт и еще на солнце он стоит если иониум шварцкоп например поставить в тени он будет немножко красноватый не будет такой черный а если вы предоставляете ему полную полное солнце и очень редкий полив цветок становится вот такой вот здесь я обрезала как бы его и вот он меня издал очень много побегов обрезала почему потому что напал червец и избавиться бы невозможно было значит дальше дальше у меня хочу показать мое оливковое дерево оливье которое в этом году просто все усыпано оливками хотя на него напали опять жуки какие-то всякие я его опрыскала но в общем жуки исчезли но оливки остались и вот я думаю вытянет он их ними не вытянет потому что некоторые падают оливки но их очень много вот такая красота и еще хочу похвастаться своя зале сейчас нас 32 градуса и она начинает цвести вот для людей кто любит как бы кто живет на юге и как кто не может завести а зале вот этот гибрид я и напишу сейчас название внизу который выносит жару полутень но тепло и вот когда тепло она зацветает она не первый год у меня цветет вот сейчас внизу как бы начали раскрываться первые цветки да вот такие красные красивые а потом будет наверху в этом году она как-то у меня не синхронно все это делает здесь вот как бы еще только небольшие бутончики там и еще показать гигантею которая вот висит у меня здесь на жаре и у нее показался новый листик ничего и что я думаю то что гигантею прекрасно себя чувствует на жаре но чтобы вечером температура спадала здесь также мой цикос растет который еще молодой совсем и он и у меня без шишки чуть не забыла показать мой терраспис вот у него два распустилась два цветка это они небольшие вот так да не увидите как он захочет так у него и будет его лепесток красный они все разные бывают бывает два красных лепестка бывает абсолютно белый то есть вот под настроение вот настроение было такое и у меня надо же половинку сделал до лепестка один вот полностью ароматный такие цветочки восковые считаю неприхотливый главное чтобы субстрат его оставался было влажноватым и конечно не мокрый но влажный и тогда вот он цветет и радует нас посмотрите по сравнению да вот с этим гибридом такая мыси пузька и для света и вот показываю распустилась орхидея у нее тоже такая же не ластилась и синенькая может быть искажает немножко цвет но она такая фиолетово-синяя у нее есть запах и похоже она как будто бы хупопа такая хвоста птицы цветочки ну так как я ее тоже приобрела еще она не была у меня поэтому будут цветков совсем мало как вы видите немного но вот и это вообще вот такой какой-то не распустившийся еще сейчас она у меня пьет такая красотка и еще раз показать хочу свою нео который продолжает цвести и потрясающе пахнуть просто вся терраса в этом прекрасном запахе очень довольна его приобретением и всем советую цветет она она может держать и здесь у меня жарко но в нормальных условиях она может держать свои цветки до полугода и парфюм прекрасные вам обеспечен спасибо что зашли за мой канал я вам желаю прекрасного дня теплого лета и хорошего настроения пока пока увидимся